Чернобыльская атомная станция. До сих пор уровень радиации возле аварийного четвёртого блока составляет 250 микрорентген в час. «Такой уровень в 10 раз превышает нормальный. Но для этого места это обычный показатель». А в 30 километрах от зоны аварии уровень радиации даже ниже, чем в Киеве. «Территория чистая, ведь её задание – служить буфером. И когда начинаются разговоры об уменьшении зоны отчуждения за счёт буферной территории, то теряется весь смысл». 80-летний Иван Иванович родился и вырос в Чернобыльской зоне отчуждения. Всего через два года после аварийной электростанции он не побоялся и вернулся на малую родину. «А зачем эту радиацию бояться? Я чувствую, когда есть радиация. К тому же, когда я переезжал сюда жить, то всю эту территорию мы проверяли, мерили, давали продукты на анализы чистой здесь». От дома старика до города Припять всего 30 километров. Если сейчас такие самосёны полулегальные, то уже к концу нынешнего лета в зону отчуждения жизнь вернётся в рамках закона. Министерство экологии ждёт подписания президентом соответствующего указа. «Там должны быть разные виды хозяйственной деятельности. И экология, и территория это позволяет». На земле в зоне отчуждения смогут претендовать в первую очередь дети и внуки тех, кто когда-то здесь проживал. Но это не все изменения, которые ожидают Чернобыльскую зону отчуждения. На территории планируют создать биосферный заповедник. «Мы включаем только 236 тысяч гектаров, а это только часть. Не войдут в заповедник сильные радиоактивные зоны. Это территория атомной станции и города Припять. Но это не значит, что в заповедник никто не сможет попасть. Там создадутся администрации, службы охраны, отделы научной деятельности». Экологи не разделяют оптимизма чиновников. Ведь по сей день в Чернобыльской зоне находится, хотя и не действующая, но всё-таки атомная станция и хранилище отработанного топлива. «Проблема в том, что никто не знает сейчас, где всё-таки можно, где нельзя. То есть эти исследования велись 15-20 лет назад». Тем не менее, биосферному заповеднику «Быть» утверждают в Минэкологии. Уже к концу года министерство рассчитывает, что только 10-километровая зона останется неприкасаемой.